Закон, который вступает в действие с этого года, призван дать молодым работу осельским муниципалитетам профессионалов, которые могли благоустроить деревни и поселки области по всем современным требованиям. Цель закона проекта направлена на разработку межстимулирования молодых людей, на получение высшего образования в сфере градостроительства, а именно по направлениям строительства и дизайн городской среды. Проведенное Министерство мониторинг показало, что порядка 39 специалистов – это дефицит кадров в этой отрасли, в каждом муниципальном образовании Ульяновской области. Меры поддержки похожи на программу «Земский врач», «Земский журналист». Абитуриент, захотевший стать дизайнером архитектурной среды и подписавший контракт с регионом, получит финансовую поддержку из бюджета Ульяновской области. Однако за нее он будет обязан честно отработать три года там, куда его распределят. Позиция счетной палаты с самого начала была очень простой и прозрачной. Договор на подготовку таких студентов должен быть четырехсторонним. То есть не только ВУЗ, сам человек и министерство, но обязательно еще будущий работодатель. Здесь есть четкое понимание того, кто будет этим работодателем. Это администрация муниципальных районов и городов. То есть тем, кому нужны молодые архитекторы. Прописано в законе еще одно обязательство. Если студент будет отчислен из ВУЗа за неуспеваемость, либо в будущем уволится с места трудоустройства по собственному желанию, проработав меньше оговоренных в договоре трех лет, или будет уволен за неисполнение служебных обязанностей, он должен будет в полном объеме вернуть деньги, потраченные на его обучение. Работодатель обязан предоставить полностью соответствующее нормам рабочее место. Министерство же обязано все эти отношения регулировать и решать все спорные вопросы. Однако, как говорят некоторые, одной поддержки мало. Хотелось бы, конечно, не ограничивать вот этими тремя годами, когда пройдет три года, скажет «до свидания», я свой долг выполнил. Конечно же, хотелось бы, как говорил, наверное, Стив Джобс, мы будем либо продавать сладкую воду, либо мы сделаем что-то великое. Вот эти три года, если только три года и уехал, то, наверное, вот это как раз сладкая вода. Реализация закона потребует дополнительных расходов из областного бюджета. На обучение строителей и архитекторов планируется заложить более 18 миллионов рублей. Кстати, закон не будет поддерживать студентов, учащихся на данных специальностях в других регионах. Таким образом, деньги останутся в регионе, что немаловажно, полагают авторы закона. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова